Вот так, друзья и не друзья, тоже я часто критикую Андрея Илларионова, но теперь смотрю, как он практически сам корячится над такой проблемой, как бы облагоразумить нашего брата, белоруса, чтобы он наконец-то начал бороться за себя, за свою отчизну, за организацию своего сообщества, так, чтобы он не лазил здесь хотя бы по Польше, не корячился, а Польшу сделал у себя в доме. То есть я смотрю, как Андрей Илларионов сам корячится, пробуя пропагандировать, пробуя разъяснять белорусам, что стоит. Это их обязанность воевать за свою независимость, за свою независимость, за свой суверенитет, там, где им европейцы, западной цивилизации, за свою демократию, за свою независимость, за свой суверенитет, за панство права, за правового государства и тому подобное. Вроде бы они в большинстве подавляющем этого хотят, сами белорусы. Но в сам раз момент задать им вопрос. Вот за что, за какую идею, за кого они хотят умирать или погибать? Или же за свою державу, за независимость, тогда они потом в веках ее будут отстаивать, и они будут во славе, вписаны железными буквами в свою историю. Или они хотят погибать за вора Путина, который им укажет, за кого умирать, погибать. Когда он их призовет идти наемниками, или против поляков, или против украинцев, или диверсионными бандами. Андрей Лорионов говорит воочию, как это будет воочию. А они до сих пор белорусы не верят и думают, что оно само им прибудет так, как они раньше думали, что батька их, их глава-голова. Лидер их еще 10-15 лет назад в Польше, не работая, ездя по Польше, я спрашивал белорусам. Говорю, нет, тут увы, там не надо со своим, тут у нас батька, о, так круто, блин. И все, я уже понял, что бесполезно с этими людьми вообще что-то разговаривать. Так что вот такой вот вопрос. За кого они хотят? За целую сапоги Путина, блин. Погибать за гнусную, вшивую идею, которую им помпуют в мозги, и они пойдут с ней, как бараны, как овцы, как чмыри, как опущенные, не имея своего государства, проебя свое государство. И другой вопрос к украинцам. Кто нам братья? Россияне или белорусы? Так вот на этот вопрос нужно сдать, отдать закономерный ответ, что mental disorder или люди с ограниченной ответственностью, люди, не способные, имея возможности, быть достойными, принимать решения за себя. Такие люди могут ли быть вообще братьями тем, кто не рабы? То есть рабы могут быть братьями, кровными, идейными, на которых можно положиться. Могут ли они быть, в том смысле, братьями, как друзья, братья, могут ли быть mental disorder? Нет, конечно. Поэтому, в принципе, метафорически они братья белорусов и россияне. Метафорически так. Ну, а в реальности им Путин скажет, пошлет их убивать украинцев, и они пойдут. Потому что они mental disorder. А могут ли mental disorder быть братьями? Вопрос. Посмотрите на своих соседей, на своих братьев-украинцев. Почему победили революции четвертого и особенно тринадцатого-четырнадцатого годов? Революция достоинства в Киеве. Потому что они запускали белые шарики? Потому что они выходили с цветами и, так сказать, втыкали их в четыре беркутовцев. Может быть, напомнить, что делали украинцы? Украинцы строили баррикады. Украинцы запасались шинами. А когда беркутовцы начали стрелять, давайте говорить откровенно, майдановцы достали оружие. Я думаю, это ни для кого не является секретом. У нас есть данные о том, сколько погибло майдановцев, но сколько получилось убитых беркутовцев. И до тех пор, пока беркутовцы безнаказанно расстреливали майдановцев, тогда сила была на стороне беркута и режима. Когда они были встречены огнем, беркутовцы развернулись и побежали. Конечно, я тут не стану рассказывать о психологических аспектах, особенностях того, что белорусы не любят своего Лукашенко. Они его там матюкают. А когда им намекаешь, что давайте же скидывайте, вы же хозяева в своей стране, тогда они начинают херню какую-то такую тулить, что явно видно, что у них нет ответа. Это все равно, что спросить о высшей математике пастуха какого-то. Что он ответит? Он немощный, немощный, никакой. Еще раз могу повторить, что в родственном, кровном отношении и россияне, и белорусы, в какой-то степени в родстве, какой-то, может быть, и братьям. Но что касается в человеческом, что касается не просто в рациональном понятии, а что касается сохранения, самосохранения Украины, независимости, независимости, независимости и самосохранения самих людей, государства, суверена, то лучше с такими людьми, таким людям не доверяться никогда. А доверяться чуть лучше более, ну, смотри только и на карман, тем людям, тем народам, которые не были под сапогом совка или царской империи до этого. Но, а с другой стороны, они что, наши постоянные соседи, да, казалось бы, не доверяться, так что, наплевать на них, чем больше они на себе плевков ощутят, дисгастинов и тому подобное. Тем больше они будут, пойдут под Путина, потому что они же как овцы. Так что, вот, овцы нам не братья, да, ну, а с другой стороны, ну, а что с ними делать? Они то должны быть нормальными людьми. Значит, как на них влиять? Да просто начинать хоть как-то влиять. Через какие угодно медиа. Потому что этот народ не уйдет от нас, мы не уйдем от него территориально. У нас отличные земли, у нас все отлично. С землей, с территорией. И с Крымом почти все отлично. С Донбассом. Только нужно это все отвоевать. И наши братья-шведы, которые тоже сейчас под ливацким гнетом находятся, освободятся когда-то. И мы будем все братья. Все люди, христиане нормальные и ненормальные, но которые не рабы, не чмыри, которые не придут к тебе, блин, под приказом Путина, не вырежут, блин, не убьют, не отравят и тому подобное. То есть надо как-то влиять, вплывать. То есть не на белорусскую позицию нормальную, которая и сама понимает все, что я говорю. Она солидарна со мной, мы солидарны с ним. Вот они и наши есть братья, белорусская оппозиция. Непродажная, естественно. А вот остальное общество, они упадшие настолько, что они хоть и братья, но стыдно за такого брата. Очень славяне там, ля-ля-ля, вот это все. Mental disorder. Лечить нужно этих братьев наших. А потом они будут братьями. Белорусскому обществу, белорусскому гражданскому движению и белорусской оппозиции необходимо снять очки или повязки, которые делают их слепыми и глухими к тому, что происходит в современном мире. И посмотреть хотя бы на то, что делают их ближайшие соседи, друзья и родственники. Для того, чтобы не допустить победы авторитарных, тоталитарных режимов. Других методов не существует. Когда эта работа будет проведена? В каком объеме? В какой степени будут восприняты эти уроки? Какие выводы из этого сделать? Это дело белорусского общества. Никто, никакой советчик со стороны им здесь не поможет. Это работа белорусского общества. Но если вы не проделаете эту работу, вы будете каждый год или каждые очередные выборы спрашивать себя, а почему у нас опять не получилось? Почему в этот раз у нас были белые носочки, а в этот раз были красные носочки, а тут мы запускали белые шаряки, а там были красные шаряки, а у нас опять не получилось? Вы уже это попробовали много раз. 27 лет. Это не работает. Надо применять другие методы. И вот так, друзья, у поляков ихнее ментал-дизордерство, кретинизм Сапковый ушел, растворился в небытие еще в 70-е и 80-е годы. И за это они были покараны Сапком, санкциями, они жили в проголодь. По сравнению с теми самыми чехами, которые полили газ на всю, включали словаками, чехами не помню. На моих глазах. Еще в 90-м. Открывают окна весной и ранее. Палят газ российский. В то время, когда тут поляки полили дровами. И бедно жили из-за протестов. И чем больше их гнобили экономически, тем более у них дух этот возрастал протеста. Против долбанного совка за незалежность, самостоятельность не подлегло. То есть в эти годы у меня еще тогда чуть ли не плакал по галстуку в школе, когда мне первый раз сразу не хотели принимать пионеры. Но через некоторое время, принявшую эти долбанные пионеры, таки дорвался. Дурачок. Ну, что поделать. Ментал дизодер. Еще был, еще тот совок в голове. Но потом, откуда у меня национальные вот эти, как бы, течения и появились, абсолютно нет того, что я проникся за паденцами, которые сейчас попсу советскую, русскую, российскую слушают. Абсолютно нет. Я еще помню просто, еще в средних классах школы, мне просто авторитетный отец авторитетного персонажа в жизни, там вот, человек культуризмом занимался, рассказал, что были гулаги советские, в которых травили миллионами, уничтожали людей, противных совку, которые сопротивляли совку и не только. То есть всех подряд там лупили. Вот тогда у меня переключение энергии вот этой и произошло, что как может этот гребаный, долбанный совок лгать, пропагандируя одну херню, что, блин, мы там чуть ли не от святости, блин, нас все любят, блин, а совсем от другой херни, от лжи. Вот тогда меня и переключилось. Тогда и когда смеялись в школе там на украинском языке, я тоже убегал, сбегал, там бандеры, ага-ага-ага, там двухстволки там какие-то хранят еще, блин, я думаю, что за бред, как можно смеяться из-за того, что ты хранишь оружие, блин, и они от этого смеются. Кретины какие-то, думаю, и я как-то говорил этим одноклассникам. То есть достижение организации свободы и независимости у поляков налицо. У украинцев налицо, хотя мы очень тоже тупили из-за совка, совковой ментальности, быдлизма очень долго, до 14-го года, покуда Янукович не пришел и наконец-то нам не осенило нас, не осенило, что жопа, все, пришла, капец, позор, вечный позор нынки нашей Святой Руси Киевской. То есть понятно, понятно, да? То есть белорусам нужно прежде всего осознать и себя поругать, покритиковать хотя бы, что вот это ихняя ошибка, любовь совка, аннегация, пренебрежение к западному миру, к демократии, это не от того, что крутость какая-то в них была. Теперь все увидели белорусы и их такую крутость в лице Лукашенко, что они теперь вовсе ненавидят. Но ничего сделать не могут, потому что если они пойдут что-то делать, то Путин аннексирует, потому что у него все уже все есть, все скуплено, силовики, хвовики, армия и тому подобное еще осталось может быть. Вот так вот дожились. Теперь пойдет реально брат на брата, то есть не украинец, а белорус пойдет через мариинетку Путина убивать братьев украинцев, тех самых других народов через свою лоховскую идею. То есть понятно, что они сами организоваться не могут, сами построить государство свое не могут, нанять кого-то не могут построить, ничего не могут. Потому что над ними сидит Лукашенко, а над Лукашенко Путин с ядерным оружием и тому подобного и грозит всему миру, и весь мир боится. Но аннексировать Белоруссию это значит, что Путин теперь будет не своих ФСБ-шенков силовиков посылать, а как Днепр штурмовать Ватутин, так будет теперь Путин посылать белорусов убивать, как и вагнеровцев, будет формировать из них армии вагнеровские, Бела и еще какие-то идею даст, всякую херню скажет, что вы же не можете, вы же тупые бараны, овцы, вы же mental disorder, вы же не можете построить у себя ту самую хотя бы Польшу или Германию блин значит теперь вот идите и грабьте их убивайте насилуйте и будете жить классно хорошо а другого они не понимают значит и они будут вот такую херню делать и кто их остановит все ж Путина боятся так что пора задуматься всем и братьям нашим братьям ну mental disorder братьям кстати и раньше чехов раньше может поляков поняли о значимости независимости оун-упа чем мы им и признательны что у нас есть пример не Богдана Хмельницкого который сдал казачество рабам например абсолютно иной европейский путь развития западной цивилизации за это боролись оун-упа и за то самое боролись АК армия краева только не так как належит как следует я надеюсь сейчас и ПН польский и тому подобное начнут это понимать но это тема уже абсолютно другая тема такая что белорусов 9 миллионов или сколько и шведов примерно тоже 9 миллионов только шведы не побоялись арестовать подводную лодку атомоход который мог нести атомные ракеты на себе арестовал в Корскруне подводную лодку советскую матросов по сраку и тогда Швеция в НАТО не была кстати тоже но она тесно спи-працевала с НАТО матросов по сраку домой отправил на Россию на СССР вернее а лодку распилили и вокруг ронда поставили посредине и машины ездят ва-ва круто вот так круто крутейше представим эту ситуацию вот допустим Путин поглощает Беларусь что дальше происходит говорит да допустим вот даже представим такой радикальный вариант что Путин добьется ухода Лукашенко хотя я думаю что в том случае если Путин этого добьется он оставит Лукашенко во главе Беларуси как он оставил Кадырова во главе Чечни то есть формально это будет объединение то есть это будет продано в том числе белорусам тем кто выступает там за Путина говорит в качестве объединения с Великой Россией но Лукашенко он оставит по крайней мере на ближайшие годы это точно и Лукашенко будет таким гуляйтером каким Кадыров является гуляйтером в Чечне но что дальше произойдет потому что первое что Путин будет делать это объединение вооруженных сил России и Беларуси объединение спецслужб России и Беларуси объединение всех пропагандистского аппарата и так далее к чему это приведет это приведет к тому что белорусов начнут призывать куда в российскую армию и куда они пойдут они пойдут воевать в Чечню на Кавказ против украинцев в Донбасс в Крым а может быть даже и по северной границе Украины отправиться в Сирию отправиться в Ливию отправиться в Центрально-Африканскую республику почему потому что союзное государство потому что у нас единые вооруженные силы отрезать линию